Длина линии электропередач всего 300 метров, но строили ее целых 4 года. Кто в итоге помог завершить электрификацию? Грустная история со счастливым концом, случившаяся в одной из деревень Аликовского района в нашем следующем сюжете. Юрий Николаевич давно мечтал переехать вместе с женой в деревню и обзаветить хозяйство. Только вот осуществлению задуманного мешало отсутствие электричества на этой сельской улице. Поэтому на протяжении нескольких лет дом у них был лишь в качестве дачи. В 2010 году заработала программа по ускоренной электрификации новых улиц. И работа пошла. Довольно быстро установили столбы и натянули провода. Но итог по ним так и не пошел. На этом все работы прекратились. Раза два-три мы объявляли аукционы, но анарктивные организации не принимали участие. Никто не хотел брать объект в эксплуатацию. Так как здесь сети вокруг получается у нас Чуваш-энерго. И получается, чтобы обслуживать данные сети, другие организации просто не шли на обслуживание. И были ряда переговоров с Чуваш-энерго у нас, чтобы они взяли на себя данный объект, чтобы они их обслуживали. Но это у нас переговоры завершились безуспешно. Вот так практически готовые столбы с натянутыми проводами простояли три года. Юрий Филиппов все это время продолжал бороться за свет. Писал письма во всевозможные инстанции, но безрезультатно. Последним шагом стало обращение к главе республики. Юрий Николаевич записался на личный прием к Михаилу Игнатьеву и рассказал о проблеме. Задействованы были многие силы, структуры. И в 2014 году электроснабжение нашей улицы было закончено. После того, как нам электричество дали, мы переехали с города жить в село. И завели с хозяйством. Улли поставили, имеем пчел. Кролики есть. Есть у нас козочки. Индоутки, курицы есть. Овечки. По поручению главы свет подвели в селе Устье еще к 35 домам. Марина Рябцева, Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика.